Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и выложили новую рулетку, которую мы обязательно сейчас покрутим, и даже если танк не выпадет, то перейдем на другой аккаунт и там его покатаем. КПЗ 07РХ. Машина интересная, но я бы не сказал, что прям такая, от которой лицо трусится и прям сильно хочется ее заиметь. Хотя что-то хорошее, безусловно, в машине есть. В частности, мне очень нравится время перезарядки. Но к техническим характеристикам и боевым возможностям этой машины мы перейдем чуть позже. А для начала давайте посчитаем, чего обойдется нам вся эта рулетка или хотя бы ее часть, но и, соответственно, немножечко ее покрутим. Что касается полного прокрута всей рулетки до финиша. 18 прокрутов обойдутся в 16762 единицы голды. Короче говоря, 16800 я бы просто округлил. Если выпадет танк до 16 прокрута включительным, то заберете машину с какими-то дополнительными плюшками за 12000 голды. За 12000 голды, если округляем. Что касается того, почему я считаю именно так, почему я отминусовываю последние два прокрута. Дело в том, что здесь на данной рулеточке, как и обычно с многими премиумными тачками, в основном самый низкий процент на саму машину. В нашем случае это 0,15%. Ну а что касается второй по значимости награды, это камуфляж для данного танка. Ну и соответственно, как правило, две этих вещи выпадают на последних прокрутах. По крайней мере, в моей практике именно так. Вот так выглядит машина в своем легендарном внешнем виде. И мне кажется, что в целом неплохо. Хотя немножко перебор. И что меня всегда раздражало, это вот эта вот рамка вокруг орудия. Зачем она здесь, я честно говоря не совсем понимаю. Можно конечно как прицел ее использовать, когда играешь. Но такое себе. Ладно, как нарисовали, так нарисовали. Внешний вид внешним видом, а тачка тачкой. Что касается стоимости нижних прокрутов, то в целом я бы сказал, что довольно-таки дешево. Но опять-таки вовремя надо остановиться. Что касается того, что положили в эту рулетку. Целых три раза может выпасть всего лишь по 50 тысяч серебром. А по большому счету это на какой-нибудь годной премиумной восьмерке. Можно заработать за 2-3 боя победных максимум. Что касается 4 тысяч свободки. А именно столько вы можете забрать. Два раза по 2 тысячи. То тоже я бы сказал, что не бог весь что. Но и не то, зачем стоит действительно гоняться. Что касается собери их все. Два раза по три контейнера. И два раза по одному конту. Также можно достать два раза по три контейнера. Всего 6 мистиков. Которые на сегодняшний день, по моему мнению, очень сильно сдулись. И оттуда выпадает гораздо хуже, неж так далее, когда эту всю красоту ввели в игру. И обновили мистические контейнеры. Есть еще великолепнейший обвес огнегарпун. Который подходит далеко не всем машинам. Но смотрится действительно красиво. Абсолютно ненужный, как мне кажется, анимированный аватар. Ну и иксы положили. Чисто так, чтобы можно было немножечко раскачать какую-нибудь конкретную ветку. Которую вы сейчас проходите. Также есть вот этот обвесик светильник джека. Который на сегодня морально уже очень сильно устарел. Я помню, что светильник джека появился, по-моему, еще лет 7 в игре назад. Ну ладно, положили. Хорошо, спасибо, два обвеса. Ну что, давайте начинать крутить. Посмотрим, что с этого получится. Далеко уходить не буду. Крутить буду на основе. Потому что здесь у меня данного танка нет. Не гоняюсь за данной машиной. Поэтому вовремя остановлюсь. Ну а если заберу тачку, значит будет новая машина в коллекции. С первого же прокрута мне падает собери их все. Смотрим, что там. Но, как правило, оттуда ничего не выпадает. Мне не выпадало и собери их все. По-моему, вообще ни разу ничего. Вне зависимости от того, покупал ли я эти контейнеры отдельно. Или выпадали они мне в каких-то рулетках. Это уже принципиального значения для меня лично не имеет. Потому что, как я уже сказал, особо оттуда ничего все равно не падает. Ну, давай. Давай машину мне. Нет. Иксы упали. Пока не знаю, как к этому относиться. Вроде бы и немного потратил. А с другой стороны, немножечко все-таки голды с своей копилочки слил. Уходить далеко в минус не собираюсь. Я думаю, что опущусь не ниже 70 тысяч по копилке. Покупаю за 75 голды всего лишь 50 тысяч кредитов. Ну, согласитесь, удовольствие такое себе. Если бы меня спросили и предложили приобрести себе серебро за золото, ну, я бы отказался однозначно. Потому что золото все-таки в игре гораздо дороже ценится, нежели серебряные монеты. Так, 150 голды. Что нам выпадет? Ну, уже хотя бы мистики дайте, я не знаю. Чисто так, чтобы побаловаться. Или три собери их все, может на тысячу голды выйду. Анимированный аватар. Великолепно, просто супер. Действительно, стоило того. Это я в кавычках, я надеюсь, вы понимаете, что я сейчас пошутил. Хотя шутка абсолютно не смешная со стороны рулетки на данный момент. 2000 свободного опыта. Ну, слушайте, ну прет прям вообще. Мне прям сегодня хоть в казино идей, если вдруг захочу без трусов остаться и отдать все последнее и кровное, то, что у меня есть. Но. Мистические. Ну, уже, уже хоть что-то. Хоть какой-то призрачный шанс. Но я в этом очень сильно сомневаюсь, что будет мистический сертификат. Что там по талисманам у меня? Вау! Еще целых пять штук необходимо. Короче, тоже не соберуем для того, чтобы открыть контейнер второго уровня. Так. Хо-хо-хо! Ничего себе! Слушайте, по-моему, меня услышали. По-моему, меня услышали и сказали ГСН. Че ты там ворнякаешь? Нормально тут все падает. Мы тебя слышим. Мы на связи. Так. Что у нас мистического сертификата выпадает? И выпадает нам коллекционный объект 752. Ха-ха! Вот так вот. Слушайте, я не помню, честно говоря, есть ли у меня на этом аккаунте, если нет на основе у меня, хотя, по-моему, был. По-моему, я его покупал на аукционе. Но если он у меня был, то, соответственно, компенсация голдой будет. И можно сказать, что я выхожу в плюс. Однозначно. И потому что компенсация, по-моему, должна быть 5000 золота. Да, машина у меня была. И у меня на счету 76 590. Вот так вот. Пятерку, можно сказать, отминусовывать можно от рулетки. И теперь возникает вопрос. Стоит ли мне прокручивать за 11700 рулетку до конца, для того, чтобы данную машину себе забрать? Не знаю. Честно. Честно, не знаю. Дело в том, что эта цена, в принципе, годного набора из двух восьмерок вполне спокойна. Причем годных восьмерок. Ну, по типу, допустим, там набора с Т-77 и акулой. 12,5, по-моему, с легендарными внешними видами. Ну, а здесь я получу всего одну машину по цене двух. Причем тачка, которая далеко не фонтан, далеко не огонь. Не знаю. Пока, пока думаю. Пока думаю, пока сомневаюсь. И пока я сомневаюсь, я вполне спокойно дальше обнуляю свою копилку. Такс. Ну, тут интересно. Тут интересно получается, потому что мне необходимо принимать решение, когда мне останавливаться и останавливаться ли вообще. Дальше прокрут мне обойдется в 1150 голды. И здесь у нас по шансам на машину всего лишь 0.82. И, как я говорил, мне из рулеток никогда не выпадала главная награда, в частности, танки, с каких-то прокрутов любых, кроме последнего. И это очень неприятно. Контейнеры собери их все. Существенно повысилось количество вероятности, точнее, как это правильно назвать. Короче, шансы выпадения этих контейнеров для меня существенно возросли. Мистические контейнеры поднялись. Огний гарпун мне, в принципе, не нужен. Ну и камуфляж тоже, как коровье седло, с учетом того, что машины нет. Вот, не знаю, не знаю, честно говоря, что делать, ребят. Вроде бы и хочется, вроде бы и колется. Помнить бы, сколько у меня собери их все. Но в любом случае я компенсирую только косарь голды себе обратно. Нет, ребят, все. Я останавливаюсь, дальше идти не буду. Буду благодарен за то, что я просто вышел в плюс благодаря мистическому сертификату и не ушел в минус. Ну и немножечко копилочку себе поднял. На этом, ребят, я останавливаюсь. Переходим на другой аккаунт и там выкатываем КПЗ-07РХ в реальный рандом для того, чтобы посмотреть, на что он действительно способен. Перед тем, как заценивать КПЗ-07РХ в реальном бою, давайте быстро, как обычно, посмотрим на технические характеристики для того, чтобы понимать, с чем мы, в принципе, дело имеем. Что касается орудия, это я зацениваю в первую очередь, то с вот так установленным оборудованием у нас получается 5,5 секунд время перезарядки и за эти 5,5 секунд мы каждый раз выбрасываем по 240 единиц альфы. Ну, я бы сказал, что это приемлемый показатель для среднего танка с такой скорострельностью уж точно. Что касается времени сведения и разброса, все действительно очень круто. Разброс менее 0,3, что действительно очень комфортно, а время сведения просто божественное в 2,6 секунды. ДПМ суммарный получается в 2500, сколько там, 2600, можно сказать, единиц, и все это с возможностью пробивать 218 мм брони своими базовыми снарядами. Также стоит отметить очень бодрый показатель по углу склонения орудия вниз, минус 10, это действительно тоже очень комфортно. Ну и если вдруг вы 218 мм пробития никого проковырять не можете, то вам на помощь придут кумулятивные, которые я просто терпеть не могу, лучше бы сюда подкалиберы поставили, с уроном в 262 единицы. Вот такие вот технические характеристики по тачке, а что это реально собой представляет в обычных боях, сейчас с вами вместе посмотрим. Убедимся только, что мы попадаем в обычный бой, а не в какой-нибудь реалистичный, ну и, соответственно, будем тестить. Погнали! Ну что, ребят, поехали! Посмотрим, на что машина реально способна. По подвижности вполне себе нормально. Обычный средний танк, ничем не выдающийся, не летит вперед, но и задних не пасет. Уже, как говорится, большое спасибо. Когда раскочегаришь, идет прям действительно очень бодро, быстро, классно. Что касается точности, то, как я говорил, на уровне, и причем на очень высоком уровне данный показатель у машины, очень быстро сводишься и очень точно бьешь. Кассит орудие, я бы сказал, крайне редко. Я, по крайней мере, особо часто за ним такого не замечал. Не знаю, почему мне, в принципе, не заходит данная тачка. Она, по большому счету, по всем своим показателям, должна быть, по определению, очень комфортной, очень удобной. И она, в принципе, так и есть. Но мне почему-то не нравится на ней играть. Я не знаю, почему. Просто не заходит. И, возможно, есть какой-то момент в отношении, в связи с этим, предвзятого отношения к данной машине лично у меня. Я знаю, что многим нравится данный танк. Многие писали, что им заходит, и сам геймплей нравится. Но, наверное, для этого надо быть вот таким, знаете, породистым, типичным СТ-водом. И тогда, действительно, танк будет вам заходить на все 200. Ну, в общем, каждому свой танк. В чем-то машина, действительно, классная. Ну, а в чем-то, я бы сказал, не очень. Мне, допустим, очень часто мешает то, что выживать на данной машине не настолько просто, как хотелось бы. Но на любой СТ-шке не сильно легко выживается. А в отношении того, что действительно можно делать на данной тачке, так это благодаря своей просто бешеной скорострельностью разбирать кого-то. Ну, а благодаря подвижности можно вполне спокойно закручивать. Вы знаете, вот сейчас что-то играю, и у меня все больше и больше желания появляется прокрутить рулетку до конца. Пока держу себя в руках, пока накажусь в плюсе, и этому рад. Но не знаю, может, я с этой мыслью как-нибудь переночую и все же осмелюсь докрутить рулетку до финиша. Тем, кто будет писать в комментариях по поводу того, что я жмусь прокручивать рулетки и так далее, могу ответить заблаговременно следующее. Я берегу свою голду, в первую очередь, для того, чтобы большее количество всякого рода рулеток и контейнеров специально для вас открывать и показывать вам реальные шансы выпадения чего-либо из них. Именно поэтому, возможно, если бы я не был подвязан к необходимости снимать все новый и новый контент, который выходит на канале по несколько видео каждый день, то, наверное, я бы немножко по-другому к голде своей относился. Ну, а с другой стороны, я эту голду коплю точно так же, как и вы. Да, у меня есть отдельные источники золота, но в то же время я не пропускаю ни одного дня и собираю всю голду на всех аккаунтах за просмотр рекламы, допустим. Именно поэтому я знаю, чего стоит каждая золотая монета, ну и, соответственно, никогда, ни в коем случае не посоветую вам купить себе что-либо, что может потенциально вас расстроить. Подводя итоги, давайте будем говорить сразу обо всем по возможности, но в то же время по отдельности. В отношении годности машины, в целом, если ничего другого у вас в ангаре нет, то машина довольно неплохая. Классная скорострельность, крутая точность, приемлемая подвижность, терпимая живучесть. Что касается результативности, ну вот, как вы видите, 2400 единиц нанесенного урона, два сделанных фрага. В отношении фарма, на данной машине можно фармить, но прям в каких-то там бешеных плюсах вы находиться не будете. Это явно не будет ваша основная машина для фарма серебра. Хотя за такой бой, без учета прем-аккаунта, и с учетом того, что я не использовал голдовый снаряд ни разу, получается 49 тысяч, можно сказать, 50. Ну а что касается моей результативности по команде, то я занимаю бодрое первое место, и с удовольствием хочу лайкнуть наших союзников за то, что составили мне компанию в этом великолепном бою. Ну а что касается наших соперников, то я хочу их похвалить за то, что они держались молодцом и играли достойно, за что им тоже отдельная благодарочка. Что же касается ценника на данную рулетку, ну понятное дело, что 16 копейками тысяч за данную машину все-таки дороговато, поскольку это восьмерка, как ни крути. Ну а что касается того, как получилось у меня, то если за 11 тысяч, не знаю, возможно, скрипя зубами, но опять-таки помня о том, что бывают предложения, интересные и выгодные в магазине, когда нет необходимости крутить рулетку на что-то подобное, а просто покупаешь себе два танка в наборе за, грубо говоря, там 10 или 12 с половиной тысяч золота с легендарными внешними видами и дополнительными плюшками. Крутить или не крутить, забирать или не забирать, здесь решать исключительно вам. Мое дело показать машину такой, какая она есть, ну а в случае рулетки, реальные шансы выпадения на первых прокрутах как минимум. Побежал снимать следующее видео, а видосов есть на что снимать, есть Super Conquire, который вышел сейчас на продажу за 20 тысяч в великолепнейшем наборе, но об этом чуть-чуть попозже. Ну и что касается остального, то помните, на этом канале всегда есть свежие новости и свежие видео. А еще заходите на два других моих проекта, ссылки я добавил в описании. Подписывайтесь на те каналы, поверьте, там тоже есть что посмотреть. Один канал посвящен любым другим играм, ну и второй канал посвящен исключительно Майнкрафту. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...